В зале главы районов, руководители муниципальных предприятий, Дуков, подрядчики, все, кто отвечает за уборку снега. Претензии есть ко всем. Большие вопросы, не как я вас много раз предупреждаю. Люди по 40 минут не могли выехать из своих ворот. По 40 минут толкали по 10 машин. У меня весь Инстаграм завален на эти сообщения. Картинками, видео и так далее. Я должен их толкать. Я могу пойти толкать. Только платят они не мне за содержание территории, а домоуправляющим компаниям. В прошедшие сутки снег убирали 380 единиц техники и 765 рабочих. Глава города говорит, что основные магистрали очистили. А вот во дворах все сложнее, в том числе в советском районе. 267 сад. 24-й школе. 415 сад. Улица Пушкина. Вижу, проезжали. Проезжали в том плане, что недостаточно. Ситуация никак не изменена. Гагарина 58. Возьмете? Да, да, да. Это как исполняется поручение? Жители, они все видели? Это журналистальная ситуация. Главы районов обязаны на местах контролировать уборку территорий, на состояние которых жалуются местные жители. Второй день подряд глава Сормова Светлана Горбунова приезжает в ЖК кораблей, чтобы лично убедиться, что ДУК выполнил свои обязанности. Очистку территории, ну, сегодня, завтра, завтра. Завтра вы всю ее полностью закончите. То есть к завтрашнему вечеру у нас здесь будет полностью чистота. Сегодня, конечно, разительные перемены здесь. Мы видим, у нас вчера здесь не было ни тротуаров, ни проездов, вообще ни парковок. Сегодня у нас перемены есть. Тротуары у нас уже вычищены, проезды чистят. За качеством уборки следят и в АТИ. Дважды в день они выходят в рейды. Утром и после обеда. За сегодняшний день, уже за первую половину дня, выдано более ста уведомлений подрядным организациям по муниципальному контракту, домоправляющих компаний, ТСЖ и хозяйствующим субъектам. Соответственно, мы ждем, когда приступят к очистке своих закрепленных территорий. Это московский район. Здесь активисты местных ТОСов решили помочь дворникам и сами вышли на борьбу со снегом. Расчищают подходы к библиотекам и Декар-Дженикидзе. В планах еще и детские площадки. Мы, активисты ТОС, вышли с инициативой помочь нашим уважаемым дворникам справиться с этой проблемой. Потому что снега много, а мы коренные нижегородцы. Мы привыкли в такие непростые времена объединяться, выходить сообща, наваливаться, как говорится, всем миром и помогать нашим коммунальщикам. Хотим поблагодарить активистов ТОСа Ардженикидзе за проделанную такую огромную работу, что они нам прочистили дорогу, библиотеки. Наши читатели будут очень довольны, и мы тоже огромное-огромное им спасибо. Экзамен для администрации продолжится со дня на день. Напомним, что по правилам благоустройства Нижнего Новгорода, дороги и тротуары должны очищаться от снега до твердого покрытия ежедневно. Служба информации Александр Быков.